Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что с вами происходит. Начать мне, пожалуй, хотелось бы с того, что вы писали о том, что к психологам обращались очно и заочно, но ответ примерно хватит ныть, иди и делай. Это я цитирую вас. Если вам давали такой ответ, ну, предварительно наши коллеги, то возникает, соответственно, вопрос. Вот для того, чтобы вам перестать ныть, для того, чтобы вам начать, ну, делать что-то, для того, чтобы вам, собственно, хотеть и куда-то идти, ну, нужен мотив. Нужен мотив и, собственно, соответствующие условия для этого. А вот этого у меня есть ощущение. У вас как раз нет. То есть, нету мотива, который бы стимулировал вас к тому, чтобы что-то делать. Если нет мотива, то, соответственно, откуда возьмется желание что-то делать. И поэтому рекомендации наших коллег, ну, не знаю, либо вы неправильно поняли наших коллег, такое бывает иногда, либо как-то еще не очень хорошо вникли в то, что вам они сказали. То есть, если это просто, вот, как бы, выжимка из того, что они вам рекомендовали, именно выжимка, то это, безусловно, не есть хорошо. Если это то, что вы сами для себя, вот, увидели в рекомендациях, ну, тогда можно говорить о том, что вы не очень хорошо и неправильно восприняли то, что вам говорили наши коллеги. Потому что, может быть, это то, что они от вас хотели, может быть, это то, что они считали, что вы должны сделать. Может быть, это то, что, по их мнению, вам нужно было делать. Может быть, может быть, как-то, или что-то еще. Мы этого, к сожалению, не знаем. Но, думаю, что мне, что этот момент нужно разобрать. Потому что он является, ну, важным для вас. То есть, у психологов были, к психологам обращались, результата как такового не получили, и вновь обращались к психологам, опять. Понимаете, если у вас был неудачный опыт, то решено предпоглашить, что он же вам может, как раз таки, помешать, воспринимать то, что мы вам скажем, адекватно, конструктивно, правильно. Потому что, вот, опыт-то, он уже был, и если опыт был, и был негативный опыт, то вам ли не знать, что это за собой влечет влечет? Я имею в виду, что вы теперь, как бы, вот, ну, то, что вы настроили на провал, да, то, что вы ожидаете, что у вас не получится, это, на мой взгляд, самый лучший показатель. На мой взгляд, это самый лучший показатель, ну, того, когда человек из-за своих ожиданий, из-за своих предрассудков, из-за своих предубеждений, испытывает определенные проблемы с тем, что, ну, чтобы у него получалось, получилось то, чего он хотел бы. Вот. Это, значит, по поводу работы с психологом. Теперь, по поводу вашей проблемы. Значит, вы начинаете с того, что не можете нигде найти себя, не можете встроиться на работу, начинаете вы с того, что у вас не получается, и, собственно, начинаете вы с того, что говорите о том, что вот, вроде бы, резюме отправляете, отправляете, отклик получаете, собеседование начинаете, говорите, что, ну, что надеетесь, что справитесь, да, проявляете определенную неуверенность, безусловно, в, к сожалению, том, что вы подходите, например, на, ну, на данную должность, на данное место, и, естественно, поэтому вас, вас и не принимают, не берут на работу, именно потому, что видят, чувствуют у вас неуверенность в себе. Но, понимаете, в чем проблема? то, что мы с вами определили вот такую, такую причину, причину того, вот, почему у вас проблемы с исходством на работу, это, к сожалению, не означает, что вашу проблему теперь, после того, как вы узнали, вот это, да, можно вот так вот решить. то есть, именно так ваши проблемы не решить, к сожалению. Почему? Потому что неуверенность в себе, она берет свое начало из ваших детско-родительских отношений, к сожалению. И пока не будут проработаны детско-родительские отношения на достаточном уровне, нельзя говорить о том, что вы будете обладать достаточными условиями для того, чтобы реализовывать себя. как вы думаете, почему вы, начиная что-то делать, начиная чем-то заниматься, это бросается? Вот как вы думаете, почему так? Связано это, конечно же, с подавлением вас. То есть, вы сами себя подавляете. А вот с чем это связано? Почему так? Почему вы сами себя подавляете? Почему вас, например, подавляют? Это связано с родителями. то есть, ваши близкие, ваша семья, от которой вы сейчас, как я понял, достаточно сильно зависите, она вас подавляет. и подавляла она вас на протяжении, ну, судя по всему, очень большого времени, начиная прямо вот с вашего раннего детства. И вот с этого-то момента как раз и нужно, по моему мнению, начинать. почему вас подавляли ваши родные? С чем это связано, что они вас подавляли? Как вы сами себе объясняете тот факт, что они подавляли вас? И так далее. Вот над этим и нужно работать. То есть, вам нужно начало вот вы спрашиваете, что делать? Перестать ли стремиться к корочке или, собственно говоря, ну, и начать работать там продавцом? Вы знаете, я бы не рассматривал работу продавцом в данном случае, как что-то негативное для вас. Потому что на первое время для того, чтобы обрести необходимую для вас независимость, которая вам нужна, чтобы получить те самые деньги, например, которые вам нужны для возможного второго, высшего образования. Ну, это работает. и эта работа, она далеко не самая приятная, и она уж точно, она уж точно не по специальности. Почему? Ну, потому что по специальности вас работать не получается. Нужно, чтобы вы поверили в себя. нужно, чтобы вы увидели, что вы можете, что вы в силах справиться с чем-то. А для этого необходимо организовать свою собственную деятельность в отрыве от своих родных. То есть, делать что-то, как вам правильно указал мой коллега, делать что-то для себя, не для них. И начинать нужно с того, чтобы делать какие-то самые простые вещи. И конечно же, конечно же нужно, чтобы вы для себя обязательно определили как и почему ваши родители, в частности ваша мама, на вас негативно влияет. С чем связано ее такое влияние? Почему вы позволяете на себя влиять? В чем вы не уверены в себе? В чем вы сомневаетесь? Чем вызвано это сомнение? А также чем вызвано отношение к вам вашей семьи? почему например они вас обвиняют ну вот чуть что не так? Всем это связано их обвинять на вас. Вот это все и нужно разбирать и изменить отношение вашего в первую очередь к этому а потом ко всему остальному. далее вы судя по всему ни разу вот по ну судя по тому что вы написали вы ни разу не были одна то есть не жили отдельно от своих например родителей и вы не принадлежали сами себе вообще никогда ну вы об этом написали когда сказали что университет мама вас не дала бросить на работу потом она же вас начала устраивать и все это она мотивировала всегда тем что это нужно исключительно и только для вас то есть она стремится к этому для вас вот только вам почему-то все хуже и хуже как вы справедливо заметили и стоит задать логичный на мой взгляд вопрос а почему это так происходит вот почему вам несмотря на то что вам ваша мама вроде как старается для вас почему вам все хуже и хуже и ответ на этот вопрос он на самом-то деле достаточно простой ответ на этот вопрос он связан с тем что ваша мама делает это не для вас а для себя для нее вы поступили в университет и не бросили его для нее вы делали все время то что она хочет то что она считает для вас лучшим вы все время делали что-то для нее не для себя и делали вы это так потому что так так хотела именно она ваша мама не вы а она и вашими желаниями к сожалению судя по всему никто особо не интересовался и первое что нужно сделать первое что вам необходимо это вот этот момент для себя уловить что ваша мама она ну беспокоится думает только о себе для вас и винить ее за это на самом-то деле не нужно потому что ну такой человек ее не изменить но важно понять причины и осознав эти причины можно будет уже корректировать вашу деятельность далее желательно чтобы вы все-таки более широко наверное посмотрели на свое будущее как я понял вы молоды у вас все впереди и в общем-то причин для того чтобы думать что все закончено у вас я не вижу нужно только правильно организовать вот то что вы делаете сейчас а вы пишите о том что у вас нет денег и вы пишите о том что вы зависимы целиком и полностью от своей семьи так правильно как можно не иметь денег и не быть зависимым от семьи это невозможно вот именно поэтому вы зависимы потому что у вас нет своих денег нет как бы своих источников дохода и если вы из-за этого не можете заниматься тем что вам нужно особенно в контексте молодого человека то необходимо организовывать свою деятельность так чтобы она была в первую очередь направлена на то чтобы вы получили для себя условия того чтобы вы могли отдавать себе отчет о своих желаниях отчет а это невозможно без независимости и некой такой я бы сказал ну сепарированности если угодно от вашей мамы потому что без сепарированности вряд ли можно будет говорить о том ну что вы когда обретете свободу и сможете ощутить что вообще-то говоря вы сами себе принадлежите и сами вправе решать то что с вами происходит за это необратимые условия для условий соответственно необходимо выполнение определенных задач постановка выполнение постановка этих самых задач и как следствие анализ средств для выполнения этих самых задач и вот если говорить о средствах то ни от чего отказываться вам наверное не стоит вы идете работать куда угодно лишь бы получить определенные ресурсы определенные средства для того чтобы потом работать там где вам хочется вы идете работать на какую-нибудь работу для того чтобы получить возможность принадлежать самой себе и принадлежность самой себе и позволит вам в будущем определить чего же вы хотите вот вы пишете такую вещь значит что были попытки найти что-то вязать вышивать рисовать играть на гитаре осваивать языки ничего не зацепило в итоге не получал удовольствие и бросал во-первых что за условия были когда вы занимались этой деятельностью что это были за ситуации в которых вы это делали то есть мы понимаем да что важно не только что вы делаете важно понимать для чего вы это делаете почему и что актуально на тот момент знаете что бы вы ни делали важен критерий критерий деятельности критерий того чем человек занимается если вы делали что-то для какой-то цели например именно цель найти себя то есть сама по себе цель найти себя вот я занимаюсь чем-то чтобы мне себя найти соответственно занимаюсь чем-то я смотрю ага нашел я себя или нет а если нет то что я делаю я сразу бросаю этим заниматься если я не чувствую себя начал но что для человека нахождение себя что для каждого из нас является этим самым нахождением себя вот в чем большой вопрос и почему вы считаете например или думаете что накаждение себя не было у вас может может быть было но вы не довели этот процесс до своего логичного проявления то есть вы не дали сами себе же ощутить что вы действительно себя нашли как почему чем тем что вы бросили этим заниматься но меня не получалось скажете вы я не зацепилась скажете вы а знаете что цепляет вы отдаете себя счет в том что действительно человека цепляет в деятельности ну в его деятельности что цепляет человека думаю что скорее всего нет ну вот почему-то мне так кажется если нет то тогда простите вы совершали ошибку каждый раз когда вы бросали свою деятельность каждый раз когда вы не позволяли себе заниматься чем-то дальше вы уже тогда на корню заубав все что можно было использовать для вас для проявления себя почему потому что зацепило или нет проявляется только лишь в успехе в результате вам нужно оценить результат а чтобы результат был нужно научиться именно поэтому приведу такой не очень удачный пример именно в школе или в любом другом образовательном учреждении учат каким-то предметом которые вообще-то говоря не очень-то нужны почему потому что нужно чтобы человек освоил какие-то знания и освоив эти знания человек уже будет понимать нравится ему то что у него появилось нравится ли ему его средства или нет и только тогда можно говорить о том освоил себя человек или нет итак у вас есть три направления на конец клят которых вам нужно двигаться первое проработка детско-родительских отношений второе принятие себя осознание своих плюсов минусов достоинств недостатков повышение самооценки соответственно образование целей которые нужны вам для повышения своей самооценки проработка женской модели поведения потому что вы встречаетесь молодых человек и собственно говоря это первое с чего вам нужно начинать поиск себя не с поиска себя а с проработки ваших сильных и слабых сторон там вытащите их если угодно на листке бумаги и далее с этим можно будет работать равным счетом как и недостатки недостатки часть из которых потребуется принять часть из которых потребуется как-то скупировать но тем не менее и третье направление это сепарирование от ваших родных то есть выход из-под их опеки становление вашей независимости и стремление к ней любой ценой то есть тут неважно что вы будете делать неважно как вы будете делать главное чтобы вы были независимы потому что зависимость от родных к сожалению влияет именно на то что вы ничего не можете в этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи